МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Телерадо компании Гомелюст, туда и працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Кожное питание на контроле. Сёння, помощник президента, инспектор по Гомельской области Юры Шулейко провел в Светлогорску правую линию и приемы грамадян. Выстава живопису и святошный концерт в Центре инклюзивной культуры прошли у расшистости, присвященный юбилею установы. В память от першепроходца, черговый сутрыш в рамках проекта «Планетары» в библиотеке просвятили космонавту Алексею Лявонову. А сейчас об этом иншим больше потребляет. В Палаце незалежности сегодня обмерковали актуальные пытания аграрной сферы, объемы, разностайность экспорта, так самоход восиньских полевых работ. Александр Лукашенко поставил задачу до 7 листопада завершить уборку и разглядил основные сезонные пытания сельской господарки. На двор я этой осенью спрыяла якосной праце. И тем не менее, эта неподстава расслабится на завершальной стадии. Проблемы есть. Президент привел конкретные приклады. Перепахать почвы, подзябь, вспашка – самое узкое ваше место. Я смотрю, что осталось совсем немного площадей, которые мы должны убрать. Но тем не менее, мое впечатление, несмотря на то, что их немного, расслабились в конце уборки. Что касается подъема зяби, здесь просто халатное отношение. Я специально лично понаблюдал за некоторыми полями в Минском районе, в Минской области. После обеда в пятницу, в субботу, в воскресенье никто там, где я контролировал, вроде неплохие хозяйства, не выехал пахать. А это два с половиной дня. Сколько можно было поднять за это время зяби? Все это просто. Полполя вспахали к середине пятницы. На этих полях, где половина была вспахана, ни один трактор не появился. И два с половиной дня половина поля вспахана, половина нет. В понедельник все вспахали, допахали. О чем это свидетельство? Это свидетельство о том, что отдыхали два с половиной дня. Я понимаю, люди устали, нагрузка огромная. Но завтра зима будет, отдохнем. У крестьян же было всегда так. Ладно, я вас не буду уговаривать. Не дай бог, кто-то после 7 ноября, я посмотрю, как вы сработали. Не дай бог, кто-то чего-то не доделал. Особная увага о якости уборки и нарыхтовцы кормов. Многие виды продукции из белорусских полей, минавито в этом сезоне, будут особо запотрабованы у ближайших соседей. Тому президент потребую важливо ставится до кожной культуры, а так само сошить за ценами на внутреннем рынке. Все должно быть убрано. Никакой льно тресты не должно быть на полях. Все должно быть сведено. Якобы все сведено по информации. Кукуруза на зерно должна быть убрана или мы ее потеряем. Если будет неважная погода, значит складывайте, селосуйте это зерно или в рукава запихивайте. Которые раз уже об этом говорят. Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз. Перепахивайте. Собирайте эту картошку. Сегодня приличная цена. Украина в очереди стоит за приобретением картофеля. Заполните хранилище. И не только как стабилизирующий фонд для своего населения на зиму, но и чтобы продать попозже, по весне, за хорошую цену эту картошку. То же самое касается и овощей. Посмотрите на гречку. Я уже затребовал информацию. Гречки собрали меньше, чем в прошлом году. Не урожай был. В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что эта гречка вся утечет в Россию. И мы останемся с минимумом гречневой крупы и с высокими целями. Не дай Бог, это произойдет по ценообразованию. По воде опошних звездок, в Украине собрано 99% площадь. Намолошено больше за 7 миллионов 700 тысяч тонн сборжа. Середняя урожайность в поровнании с минулым годом выросла на 3,5 центнера из ягтара. Когда 30 зворотов от граждан принял сегодня помощник президента, инспектор Погомельской области Юрий Шулейко. 14 вопросов уже хоро региона задали под час промой телефонной линии. Еще с 15 пришли на особистые приемы, которые были организованы в Светлогорске райвыконками. Спектр узнятых тем широкий. Пропановые просьбы значно переважаются наскаргами. Так сегодня граждан хваляют жильево-коммунальные пытания. У приватности капитальный ремонт домов, дорог и мостов региона. Организация безопасного дорожного руха. Створение безбарьерного сяродия. Заховывание памяти об охверах Великой Шины Войны. По многих зворотах телефонувавшие одразу же отримали разгорнутые отказы. До тех, чьи питания потребуются разгляду, завтра же будут накерованы специалисты с метой в изношении усих нюансов проблем. Есть вопросы жизненные, есть сегодня вопросы, которые постоянно звонят сегодня жители. Мы их будем решать и, естественно, они имеют хорошую сегодня основу для того, чтобы им помочь. На особистом приеме граждан особенно гучаушерых питаний по запуску завода белиной целлюлозы. Упроводности Жихары-Веса-Якимова-Слобода поскарделися на неприемных пах с предприемства, выкидывал воду и атмосферу. Сегодня работают комиссии по подписанию актов ввода. Чем больше и набирает мощность, и непрерывно работает предприятие, тем выбросов становится меньше. То есть все мероприятия, направленные на пусконаладочные работы, в том числе экологического характера, они видят, видны то, что есть основа этой работы непосредственно. Ну, естественно, работы продолжаются. 9 пунктов госприемки, ряд из них подписан, ведутся до работки, которые необходимы для выполнения и запуска завода на производственную мощность. Держаутоинспекция, звертая увагу водителям. На улице Советской у Гомеля обмежевали худкость руху до 50 км в годину. Однако не на всем протягу в улице. По воде информации пресс-службы областного управления ДАИ, обмежевание денежное на адреску от улицы Прационной до проспекта Перамоги. У ДАИ так само нагадывают, что перевышение худкости не зауседы дозволяет доехать до пункта призначения худшей. Сегодня у Гомеля уже новой лежи харку речицы, которая допомогла выявить некоторых распосудованников наркотиков. Уся рота обвинованных по этой криминальной справе пять наученцев бобруських колледжев, которые специально приехали на Гомельшину, как сделать закладки особо небеспечного синтетичного психостимулятора Альфа-ПВП. Жанчины сустрились наши корреспонденты. Этот выпадок отбылся несколько месяцев тому у Речицы. Мясовая жихарка зауважила подозронного молодого человека, который сначала не штаховал в земле, а потом сфотографировал это место. После того, как он пошел, Жанчина оглядела участок и нашла подозронный скруток. Наталья Ворошилина, якая заявляется военнослужащая войсковой части 55-25, оказалась человеком свядомым. Там был сверток запаянный изолентой. Посмотрела, увидела, вызвала 102. Все, приехали, я писала. Ну и все. Трех распосудживальников наркотиков супрационники милиции затримали одразу. Ясче двух – подчас оперативных мероприемств. Зараз материалы накерованы у суд Речицкого района. Что тыжится Наталье Ворошилиной, то сегодня она оказалась героиней Речистого сходу, який пройшел у войсковой части 55-25. Словы подяки, грамота от областного управления Следующего комитета и телевизор у якости подарунка от областного громадского объединения «Союз следших». Намесник керовника комитета Аркадь Тротяков каже, что Жанчину можно назвать узором небыяковости и додает ее учинок невыключением. Правопорядок и безопасность в нашем обществе во многом зависит от каждого гражданина, от каждого человека гражданина. И здесь не только зависит это от правопослушного поведения, но и от твоей гражданской позиции в части, пройдешь ли ты мимо того или иного правонарушения, окажешь ли ты содействие пострадавшему от преступного посягательства, своевременно ли ты сообщишь правоохранительным органам о совершенном противоправном деянии. По этой причине Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области уделяет особое внимание тем гражданам, которые, проявив активную гражданскую позицию, содействовали выявлению, раскрытию преступления и в последующем его расследованию. Олег Синчеров, Дмитрий Котов, Евген Макенко, телерадиокомпания Гомель. Профилактичную акцию «Дети и безпека» проводит белорусская шагунка. Мероприемства протягнутся до 10 листопада. Специалисты проведут рейды каля путей на вокзалах и утягниках, где додатково расскажут про меры безпеки, а так само организуют лекции в прационных коллективах предприемств и школ. Завтра глядите на телеканале «Беларусь-3» черговые передвыборные выступления кандидатов депутаты Палаты Простановников Национального схода Республики Беларусь 7-го скликанья. С 19.01 до 19.25 у эфиры выступлений кандидатов по Рогачевской окрузе номер 45. С 19.25 до 19.55 до выборщиков звернутся кандидаты по Светлогорской окрузе номер 46. Нагадаем выступлений выйдут в эфиры на телеканале «Беларусь-3». Выстава живопису и святошный концерт. В Центре инклюзивной культуры прошли урошистости просвещенные юбилеи установы. Все лето Палацу культуры глухих исполнилось 40 годов. Наш корреспондент Ганна Коральчук долучилась до урошистостей. Дом культуры глухих открыли в 1979 году. У им люди, позбавленные слыху, могли проявить свои таленты и сдольности у танцы на театральных подмостках, в пантомиме и церковых номерах, выявленном мастерстве и фотографии, песни и створения кинофильмов. Палац объединял глухих у всех взрослых профессий. Коллективы гамильчан наведывали многие кутки Советского Союза, а их творчость отримывала признание сиротых, кто чует. У нас очень много было коллективов и любительских объединений, и в том числе и народных. Это 8 коллективов со званием народных было. Ну, постепенно, конечно, где-то какие-то коллективы выживали, где-то уходили. Но в целом очень хорошо пользовались среди глухих. Театр народный, жестовая песня, малая форма. Я рад, что работа с глухими не осталась в тени, она поднимается на новый уровень. Два года тому Палац культуры глухих перетворился у Центр инклюзивной культуры. И он стал уникальной пляцовкой по работе с людьми с инвалидностью, аналогичных у Беларуси Няма. Тут кожному дают шанс реализовать себе у творчестве. У Центра працуют 23 коллективы. И они удельничают в международных фестивалях и конкурсах. В худко у Центра открыться первая в Украине каворкинг-пляцовка для людей с инвалидностью. И планов на дальнейшую будущую тут еще шмат. Будут сейчас внедряться новые направления, робототехника. И есть переговоры по более современным направлениям, связанные с IT. Это востребовано, это интересно сейчас. И мы можем сказать, что у нас от трех лет детки занимаются и до 90+. Цветочный вечер открыла выстава живопису «Трикотаж», на которой представлены картины Анатолия Щегалева и Александра Покатила. Анатолий Щегалев, зречицы, уже зарекомендовал себе, как «Поспеховый мостак», який выходит у книгу рекордов Беларуси. Александр Покатила – мостак с порушением слыху. И он скончил Белорусскую Державную Академию мостатства, а зараз працюю выкладчиком у школы номер 70 и керавником студии, выявленчика мостатства «Палитра» у Центра инклюзивной культуры. Самые любимые темы – это, ну, по желанию, это коты, природа. Ну, я ищу что-то интересное, особенное. Ну, обычные работы, как фотографии, мне не очень нравятся. Что-то изобретаю, придумываю. Если что-то скопировать, это так, как у всех. А я хочу свое, собственное, передать свою работу. На юбилейном вечере выступили все коллективы Центра культуры. Керовники и активисты «Гуртко» отримали подзеки и подарунки от керовництва установы. Ганна Коральчук, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». В память о первопроходцах черговую встречу в рамках проекта «Планетары» в библиотеке просвятили космонавту Алексею Лявонову. Проводил астрономичную встречу в библиотеке, имя Ерцина, журналист и краезнавца Владимир Ларийонов. Алексей Лявонов – первый человек, который вышел в открытый космос. Одиннадцатый косрышник, и он пошел в життя. Владимир Ларийонов был особенно знакомый с космонавтом, двойшим героем Советского Союза. В гости с встречи пошли немало циковых фактов життя Алексея Лявонова. Например, не все ведают, что герой-космонавт был творшей особой. Нам Алексей Архипович интересен еще и как художник, фантаст. То есть его кисти принадлежит очень много картин, которые позволяют, ну, как бы глазами космонавта взглянуть вот в этот космос. И наоборот, как говорят, человек полетел в космос для того, чтобы оттуда посмотреть на землю. Несколько его картин побывали в нашем городе. Целый месяц при моем непосредственном участии мы сделали в выставочном зале выставку из фондов Мемориального музея космонавтики в Москве, где хранятся его работы. Полесская легия «Страшная земля». Экспозиция работ немецкого мостака Ермана Буса разместилась под дахом Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Проект реализованный, дякуя сопротивление установки за областным доброчным фондом «Здоровье детей». Подробностей в сюжете Евгений Кухаронак. Картины – небы фотосдымки. Исправа не в маэстерстве аутера, а в мэте проекта. Паказать без особистого уражения, алея выкликать эмоции у глядашоу. У 2015-м годзе немецкий мостак Герман Бус некалькі разов приезжая на Гомельщину. У супроваджэнні кероніка Доброчынной організацій «Здоровье дяцей» ён наведвэе зону адчужэння Чарнобыльской АЭС. Мало кто возьмёт там термос с бутербродами и отправится на юг Гомельской области, посмотреть, что же стало с этими деревнями, что же стало с этими населёнными пунктами больше, чем за 30 лет, после того, как люди оттуда ушли. И в этом плане эта выставка показывает что-то, чего мы не видели раньше. На месте Герман Бус фотографуя покинутые людьми дамы, дороги, а так само природу, якая теперь вершэнствую на этой территории. В Германі ён за год стварае 35 палотну і вертаюць ў Беларусь з выставы. Каб показаць, неабачный ворог, знішчу ўсё чалавечая, природа ж працягвае жыць. Экспозиція примушаю задумацца про каштовныць кожнага моменту, зменліваць ўсяго ёснага і ўсіпаглынальну і прыхажуць навакольнага свету. На супраць гэтай выставы размяцілі шэрах знакамітых работ Германа Буса напоўна для параўнання, бо ў творшысті Мастака великая месца займае морскі пейзаж і ў вогулі вода. Такі контраст толькі дадаю ўражыню ад праекта «Палеская элегія». Экспозиція будзі знаходзіцца ў выставачной залі универсітэта да шостага листапада. Умовы наведвання самая простая. Большым плюсом является то, что мы по-прежнему работаем бесплатно і сюда можна війти і наслаждаться картинами. І в частності, ми говорим уже об этом художниці. С понедельника по пятницу з 10 до 16 часов обедненный перерыв с половиною до половиною второго. І всегда здесь встречаю і групи індивідуальних посетителей. Я работаю здесь в университете і транслирую, наверное, і то, що здесь происходит, і помогаю правильно понять, почувствовать і запомнить. Вистава дає матеріал для розважання. Толькі за гэтым можна істи на огляд. Аднак, насамреш, усе намного глибей і шматгранній. Евгений Кухаронак, Сергій Лукашук, телерадоя компанія «Гоміль». Гэты інші новини можете знайсти на нашім сайті в інтернеті по адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуске завершений. Дякую за увагу і до зустречі в ефіре. Де-факто на телеканалі «Беларусь-4» в студію Александр Гамоля Здравствуйте. В Мозере после совершения незаконной сделки задержали наркодилера, который продавал наркотики крупными по меркам нашего регіона партиями. Изобречить наркоторговца удалось сотрудникам наркоконтроля. Подозреваемый хранил крупную партию психотропов для дальнейшей реализации на территории Мозорского і близлежащих районів. В ході обыску по месту жительства задержанного, а також в принадлежащих йому і його родственникам авто, обнаружена і з'ято крупна сумма денег в іностранній і національній валютах, два пистолета, електронні веси, полимерні пакети с порошкообразним веществом общей массою более 450 граммов. Согласно заключению специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, порошок, который мужчина сбыл наркопотребителю, содержит в своем составе амфетамин. Это особо опасное психотропное вещество, неиспользуемое в медицинских целях. Остальное изъятое вещество и оружие направлены на экспертизу. Вели криминальный бизнес семейным подрядом. В Гомеле задержаны отец и сын, которые делали в областном центре из закладки с психотропами. Распространителей дурмана взяли с поличным. Отец с сыном работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже альфа-ПВП. Они прибыли в областной центр из Светлогорска с целью сбыта запрещенного товара путем закладок. Тайники помогла отыскать служебная собака. Согласно заключениям эксперта, порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, неиспользуемое в медицинских целях альфа-ПВП и параметилэфедрон. Также изъяты металлические ложки, фасовочные пакеты, изоляционная лента, электронные весы, перчатки, респираторы. В ходе дальнейшей проверки удалось установить и другие места закладок, но уже на территории области. В тайниках было найдено более 60 закладок общим весом почти в 53 грамма альфа-ПВП. За порчу шины патрульного авто следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В Гомеле мужчина проколол колесо милицейской машины и теперь ему грозит лишение свободы. Операция «И» попала на запись систем наружного наблюдения. Патрульные милиционеры припарковали свое авто возле магазина и вышли из салона. Через некоторое время к нему подошел мужчина и порезал протектор ножом. Вернувшимся к машине милиционерам пришлось ставить запаску, а утром они обратили внимание на то, что порез рукотворного происхождения. Изучив запись камеры наблюдения, они заметили, что подозрительный мужчина, стоявший у патрульной машины, зашел в магазин. Когда сотрудники посетили торговую точку, то, к своему удивлению, сразу там его и нашли. Мужчина, совершивший хулиганский поступок, вину отрицать не стал. И напоследок, видео, которое заставляет задуматься. В Гомеле автомобилист успел затормозить перед ребенком, который внезапно выбежал на проезжую часть. Это случилось во дворе молодежного жилищного кооператива «Солнечный». Водитель двигался медленно, и только это позволило предотвратить наезд на трехлетнего мальчика. Он неожиданно выскочил на дорогу из-за припаркованного авто. ГАИ напоминает водителям, что при движении по дворовой территории необходимо проявлять осторожность. Это вся информация выпуска. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с «Де Факто» и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра мужской гонбольный Гомель проведет очередной поединок чемпионата Беларуси. В гости команде Сергея Цыганкова пожалует Могилевский Машека. В первом круге дружины играли в Могилеве. Сильнее были хозяевам. 31-29. Нынешний поединок пройдет на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Начало в 19.00. В казахстанском Павлодаре проходит 9-й международный турнир по боксу среди мужчин на призы Рафаэля Вахитова. Участие принимают спортсмены из России, Беларуси, Украины, Таджикистана, Монголии, Венгрии, а также со всех регионов Казахстана. В составе белорусской команды два представителя Гомельской области это Михаил Сулимов и Артем Петров. В первый день соревнований оба спортсмена одержали уверенные победы и теперь поборются за путевку в полуфинал. Гомельчане выиграли командный зачет первенство Беларуси по спортивной гимнастике среди спортсменов в возрасте 17 лет и моложе. Соревнования проходили в Гомеле. У юношей в Многобории по программе второго разряда золотую медаль завоевал Владислав Агапитов, бронзовая у Алексея Родионова. По программе третьего разряда у гомельчан серебро и бронза. На пьедестал поднимались Илья Ткаченко и Никита Гусаков. В отдельных упражнениях Вадим Скобов завоевал одну золотую медаль в упражнениях на брусьях и две бронзовые медали в упражнениях на перекладине и на коне махи. У Владислава Агапитова в копилке пять наград три золота в упражнениях на брусьях коне махи и в вольных упражнениях и два серебра в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке. Валерий Качанов завоевал бронзу в вольных упражнениях Никита Гусаков в упражнении на коне махи и Алексей Родионов в опорном прыжке. В командном зачете гомельские юноши заняли первое место. У девушек только одна награда. Елизавета Стришко стала второй в вольных упражнениях. Участие в первенстве Беларуси принимали около сотни спортсменов. В Гомеле состоялась областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по тяжелой атлетике. Возраст спортсменов 14 лет и моложе. Состязались атлеты в спорткомплексе Гомсельмаш. Первое место в общем зачете заняла команда Лельчицкой из Дюшор. На второй позиции разместились воспитанники из Дюшор номер 2 Рогачева. Замкнула тройку сильнейших команды Хойникской и детско-юношеской спортивной школы. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.